Имущественное преступление раскрыто дорожно-патрульными полицейскими Житсуйского района. Около трёх часов дня злоумышленники с территории пекарни похитили специальные формочки для выпечки хлеба. Эта информация от владельца цеха поступила в полицию своевременно. Первым отреагировал патрульный экипаж «Буран-152». Один из трёх подозреваемых был задержан неподалёку от места преступления. По некоторым сведениям, остальные участники кражи успели скрыться на автомашине. Действительно, неподалёку от места развития криминального действия очевидно проходило импровизированное застолье. Кстати, направление, по которому скрылись подозреваемые, стражам порядка указали местные подростки. «А вы когда их заметили? Часть-полтора назад. Дольше даже. Они здесь сидели, да? Нет, они не видели, здесь сидели. Мы не видели, сидели. Они когда здесь постельно ворвали, тогда видели. Они, короче, побежали, оставили, и вон туда ушли». Между тем стало известно, что хозяин пекарни написал в полицию официальное заявление. Личность двух других соучастников хищения уже установлены. Вскоре они будут задержаны. В период расследования сотрудники полиции установят роль каждого фигуранта в преступлении. 30-летний мужчина выпал из окна комнаты, расположенной на втором этаже небольшой гостиницы, что дислоцируется в Алмалинском районе Алматы. Данный факт, по сведениям полиции, имел место в 4 часа утра. По словам работников гостиницы, номер они сдали минувшим вечером паре, которая в течение ночи успела несколько раз переругаться между собой. При этом они отметили, что больше всего агрессию проявляла именно женщина, которая, судя по всему, находилась в состоянии алкогольного опьянения. «И начало всё крушить. Да, она там в номере». «А, ты здесь?» «Сорвалась?» «Слышим же, всё летит, всё ломается, короче, переживаем». Также администратор отметила, что в какой-то момент конфликт утих, а спустя несколько минут им стало известно, что постоялец упал из окна. Врачи констатировали у него перелом рёбер и госпитализировали в ближайшую больницу. Между тем, в полиции сообщили, что на данном этапе факт квалифицируется как несчастный случай. Если в период досудебного расследования полицейские выявят признаки криминала, произошедшему будет дана иная правовая оценка. За незаконное хранение наркотических средств полиция Алматы арестовала 46-летнего жителя города Тарас, у которого при личном досмотре оперативники из Управления по борьбе с наркобизнесом обнаружили и изъяли свыше полутора килограмма марихуаны. Зелье приезжий перевозил в большой спортивной сумке. После проведения первичных процессуальных действий наркотики были направлены ими на судебно-химическую экспертизу. Между тем, сыщики проверяют, с какой именно целью мужчина приехал в Алматы. Не исключено, что он планировал найти в мегаполисе потенциального покупателя. Полицейские Турксибского района Алматы повсеместно проводят локальные отработки, направленные на оздоровление криминогенной обстановки в целом. Под пристальным вниманием стражей порядка не только небезызвестной проспекции Фулина и увеселительные заведения, дислоцированные неподалёку, но и общественные места, где часто нарушается закон. О кругу вокзала железнодорожной станции Алматы-1 давно облюбовали лица, сдающие в наим жильё. Причём чаще всего так называемые хозяйки сотрудничают с девушками лёгкого поведения, установив с ними почасовые отношения. Скажите, пожалуйста, у всех тех людей, которые сюда сейчас доставлены, у всех есть необходимые документы, то, что они сдают квартиры официально и так далее? Нет, на сегодняшний день по устным сказано, что они говорят, что имеется патент, в письменном виде объяснительные пишут. То есть конкретно патентов они не предоставляют? На данный момент нет. А это уже отработка по улице Женсугурова, где словно грибы после дождя с завидной скоростью появляются новые кафе, столовые и другие места общепита. Впрочем, идентичное для всех их владельцев нарушение – это наличие открытого очага огня у мангальниц с шашлыком. Устное предупреждение участковых инспекторов полиции заключается в немедленном устранении имеющихся недостатков, в частности, путём тушения огня. В случае неоднократного рецидива следует возбуждение административного производства. Не остались без внимания стражи порядка и жрицы любви. Среди них, как правило, нередко выявляются подданные соседних государств, которые пребывают в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства. Переходи дорогу только на светофоре и зебре. По подземному или надземному переходу. Переходя дорогу, убедись, что водитель тебя заметил и остановился. Не играй вблизи дороги. В тёмное время суток носи яркую одежду или одежду со светоотражательными элементами. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 203 преступления и происшествия. Сто из них раскрыты по горячим следам. В том числе два изнасилования, девять грабежей, 118 краж чужого имущества, 11 хулиганств. Зарегистрированы 17 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, ещё 20 травмированы. Зарегистрированы 17 дорожно-транспортных происшествий,